Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. В Самаре завершаются перекладки теплотрасс. Глава города Елена Лапушкина оценила ход работ. О любви к родине и смысле жизни в Самаре прошла встреча с ветераном-участником СВО. Экоравновесие. Акция под таким названием, связанная с уборкой мусора, прошла на Волжских островах. Везу детей безопасно. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд, во время которого проверяли, и используют ли автомобилисты специальные устройства при перевозке несовершеннолетних. В Самаре завершаются работы по модернизации теплотрасс перед новым отопительным сезоном. Как обстоят дела на участках, где еще ведут перекладку, посмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с подрядчиками, обсудила сроки завершения работ и восстановления благоустройства территорий. Подробности в нашем сюжете. Участок теплотрассы длиной почти 3 километра модернизируют в железнодорожном районе Самары. Трубы отопления и горячей воды проходят во дворе домов на улице Пензенской. Объект вместе с руководителями ресурсознабжающей компании и подрядной организации осмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Говорили о сроках завершения работ и о количестве рабочих и подвозе необходимых материалов, чтобы закончить все по графику. Материалов вам хватает? Материал у нас есть. Мы организовали все склады, если вы обращали внимание, на дачные у нас лежат. Внизу у нас лежит труба, мы все складируем. То есть мы подвозим, то есть участок требует, он едет, грузит, привозит. То есть не складируется лишний материал по дворе. Перекладывают теплотрассу во дворах у домов по проспекту Кирова в промышленном районе. Здесь уже смонтировали основной узел и теперь завершают монтаж новых труб к домам. С учетом того, как есть, у нас они все уже заведены. То есть основные вехи от центральной трубы каждый дом проложен. То есть она заходит на один дом, на второй, на один дом, на второй. Укладывают трубы сразу в специальной пенополиуретановой теплоизоляции. Это сокращает срок работ и повышает эффективность теплоносителя. Это позволяет нам сокращать сроки производства работ. То есть отсутствует практически полностью этап изолирования трубопроводов с целью сохранения и снижения потери в тепловых сетях. Срок завершения работ – конец сентября. Если нужно будет запустить отопление раньше, будет использован временный трубопровод, который специально монтируют при каждой перекладке, чтобы не оставлять потребителей без горячей воды. После монтажа основной трассы ресурсники выполнят переключение. Также рабочим нужно выполнить полное восстановление благоустройства до конца октября. Такие же сроки стоят и на других объектах, которые осмотрела во время объезда глава Самары. Безусловно, восстановление благоустройства лежит на сетевой организации. Уже по многим объектам приступили к благоустройству, подрядная организация. Идет обратная засытка, восстановление асфальтового покрытия, восстановление плитки, либо восстановление газов. Так же будет и до всех территорий. Завершающую стадию работ, а именно подключение новых трасс к домам, ресурсники будут проводить совместно с представителями управляющих организаций, чтобы подключение проходило последовательно и безаварийно. Всего в городе в этом году обновляют 28 километров теплотрасс на 24 участках. На большей части объектов модернизацию уже закончили. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. Он подчеркнул, что в нашем регионе работает ряд флагманских предприятий, выпускающих широкий спектр продукции военного назначения, от двигателей для стратегических бомбардировщиков до боеприпасов. Потребности предприятий оборонного комплекса максимально учтены в разработанной программе опережающего социально-экономического развития Самарской области. Задача правительства Самарской области – обеспечить все условия для выполнения гособоронзаказа, активно помогая при этом решать кадровые проблемы ОПК, оказывать социальную поддержку работникам оборонки. Говорили о смысле жизни и о безграничной любви к родине. Ветеран специальной военной операции Валерий Евдокимов поделился историей своей жизни. Как срочная служба сформировала его путь и что изменилось после возвращения домой из зоны спецоперации. Наши корреспонденты расскажут подробности. Житель Самары Валерий Евдокимов проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, а потом подписал контракт и отправился служить в спецназ ГРУ сначала в Тольятти, а затем в Самару. Через полтора года усиленной подготовки в феврале 2022 года Валерий отправился в зону специальной военной операции. Когда зашли, первые сутки вообще было непонятно, потому что мы очень интенсивно и быстро продвинулись туда, в глубь страны. Как бы сопротивление мы не встретили. А когда первый очаг сопротивления встретили в городе Конотоп, тогда уже не было времени думать, страшно или нет. Когда уже там сталкиваешься, вспоминается все, что тебе говорили, к чему тебя готовили. То есть какие-то навыки ты сам приобретаешь. Валерий Евдокимов находился в зоне боевых действий почти весь 2022 год. Вернулся домой из-за проблем со здоровьем. Рассказывает, со службы привез не только жизненный опыт, но и новые дружеские связи. Пролетал самолет, выслушанный над нами. И как бы командир с юмором относился к тому, что мы начали окопы копать. Ну как бы разведка же не положена. А когда самолет пролетел, и у нас боец вылетел из машины с криком «Где моя лопата?», начал искать свою каску, и за полчаса буквально он вырыл окоп в полный рост, находящийся возле дерева. То есть он даже не заметил, что там были корни. В полный рост, как бы, ну, я не знаю, убежище вырыл. Пока Валерий Евдокимов находился в зоне СВО, дома его ждали любимая жена Анастасия и сын Миша. Когда он мне написал смс, что он едет домой, я как раз была на работе, и у меня, наверное, весь персонал этот момент помнит, потому что я так стояла с телефоном, и он мне пишет, что все, там, допустим, завтра или послезавтра я уже точно вернусь домой. Я вот как стояла, я так упала с этим телефоном, и все. Ну, там, соответственно, эмоции, я начала плакать, и там и смех, и слезы, все в одно время. И все. Потом уже, когда поехали на вокзал встречать. Тут самое обидное, что никто не снял на телефон, как я бежала по перрону, а он не знал, куда кинуть сумки. Сейчас Валерий работает на металлургическом заводе, где занимается производством автомобильных деталей. Полина Чулякова, Августина Охременко, Николай Сидоров. События. Самарской городской думе исполнилось 30 лет. Представительный орган власти за долгие годы работы сыграл большую роль в развитии местного самоуправления. В праздничный день депутаты прошлые и нынешние встретились, чтобы вместе отпраздновать памятную дату. Ксения Баканова расскажет подробнее. Самарской городской думе исполнилось 30 лет. В одном зале собрались депутаты всех созывов. Поздравить их с юбилеем приехали почетные гости. Хочу сказать огромное спасибо за совместные годы работы, потому что всегда находила в депутатах, в аппарате думы городского округа Самара людей, готовых к конструктивному диалогу, готовых подсказать, помочь, иногда правильно покритиковать, и это тоже необходимо делать. Я хочу пожелать, чтобы городская дума была действительно органом народа власти, чтобы каждый из депутатов городского уровня осознавал свою глубокую ответственность перед людьми, понимал, что за спиной у него стоят наши жители и был их достойным. За долгие годы работы депутатами городской думы избирались 219 человек. Работали люди разных профессий, мировоззрения и политических убеждений. Однако их всегда объединяли забота о людях и любовь к Самаре. Вся наша деятельность вместе с администрацией направлена на развитие нашего города, на улучшение жизни горожан. В планном режиме строятся школы, дошкольные учреждения, конструкции и создание новых общественных пространств, скверов, модернизация комфортной городской среды наших придомовых территорий. Первое заседание Самарской городской думы нового времени состояло 17 июня 1994 года. Дума получила полномочия устанавливать общегородские нормы и правила, вводить местные налоги, формировать бюджет Самары. И тогда, 30 лет назад, безусловно, самые яркие, самые отважные, самые пассионарные наши земляки, самарцы, они избирались в думу. И первый состав думы, конечно, стал очень базисной такой основой, фундаментом для развития Самарской области. Депутаты городской думы не останавливаются на достигнутом. Сейчас у нас самое актуальное, самое важное, самое долгожданное – это приблизить победу, это помощь бойцам СВА. И это не только материальные какие-то такие физические вещи, которые мы можем реализовать, но это и определенные проекты, которые направлены на поднятие боевого духа. Городские власти намерены темпы работы не снижать и оправдать доверие, оказанное горожанами. Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре прошла всероссийская акция «Везу детей безопасно». Школьникам напомнили об основных правилах дорожного движения, а водителям рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле. На мероприятии побывал и наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Как правильно переходить дорогу, управлять самокатом и другими средствами передвижения. Об этом рассказали ученикам четвертого класса в рамках всероссийской акции «Везу детей безопасно». Для школьников организовали несколько станций с викторинами, заданиями и играми, во время которых рассказали об основных правилах дорожного движения. Детям очень нравится, они вовлечены в игровую форму, поэтому это более доступно, чем просто объяснять словами. Вы даже сами сейчас видите, как они бегают от одной станции к другой. Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По словам сотрудников госавтоинспекции, дети чаще всего становятся заложниками аварийных ситуаций, даже если они соблюдали все правила. Хотел бы обратиться к родителям и напомнить, что ваше воспитание, от вас зависит большая часть. Не поленитесь, пройдите еще раз безопасный маршрут с ребенком от дома до школы, от дома до тренировки, от дома до магазина. Покажите ему скрытые опасности, которые подстерегают ребенка на проезжей части. О безопасности детей нужно беспокоиться не только на улице, но и в машине. Сотрудники госавтоинспекции напомнили водителям о правилах перевозки юных пассажиров. До семи лет дети должны находиться в специальных удерживающих устройствах, а при перевозке на переднем сиденье ребенок в возрасте до 12 лет должен находиться в автокресле. Этим правилом следует мама троих детей Юлия Саблина. Даже для самих деток внутри им нужно сидеть, чувствовать безопасность, чтобы они не гуляли по салону, чтобы они не мешали там папе за рулем, маме за рулем. Ну и соответственно, сейчас на дороге очень много водителей разных, и не знаешь, даже если ты водишь аккуратно, не факт, что хорошо водит, так сказать, другой водитель на другой машине. Поэтому я считаю, что нужно перевозить обязательно в креслах. Чтобы водители не забывали о том, как обезопасить детей в автомобиле, волонтеры и дорожные полицейские раздали специальные памятки. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. В России по поручению президента Владимира Путина создали Всероссийский родительский комитет. Он будет координировать взаимодействие родителей с образовательными организациями, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Члены семей школьников смогут помогать в организации мероприятий в рамках внеурочной деятельности. При этом важно соблюсти баланс, чтобы воспитание в школе и в семье было согласованным. В комитет войдут активные родители, педагоги и представители общественности. В Самаре подходит к концу 17-й международный кинофестиваль «Соль земли». Награждают победителей, благодарят организаторов и делятся впечатлениями. Кто получил главный приз, узнала Полина Чулякова. Отметили лучших. В столице региона прошла торжественная церемония награждения победителей международного кинофестиваля «Соль земли». В этом году фестиваль прошел в 17-й раз. Он объединил деятелей киноиндустрии из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Индии, Аргентины и других стран. В отборочную комиссию поступило более 500 фильмов, а в конкурсную программу вошел 41 фильм. На этом фестивале заметно выросло не только операторское искусство, что я всегда ищу, не просто операторскую работу, но и режиссеры, и драматургия. И темы, которые в данном случае фильмов, которые участвуют уже непосредственно в фестивале, они уже гораздо глубже режиссеры делают и решают эти вопросы. Все они очень достойны быть среди победителей, потому что рассказывают об уникальных человеческих судьбах, об исторических событиях, которые связаны с нашей историей. Приз от имени губернатора получила работа московского режиссера Марины Мироновой «Театр на линии фронта», которая рассказывает о Донбасском театре. «Большой поклон Самарской земле. Я впервые здесь. Я покорена этим городом. И счастлива, и благодарна организаторам, все, кто сотворил это чудо, этот праздник. Я думаю, что этот праздник вопреки всему тому, что происходит на сегодняшний день». Приз от имени главы города получила картина «Пережит заново» режиссера Екатерина Вилетник. Этот фильм о фильме «Смотри на меня». Обладателем гран-при стал фильм Михаила Щедринского «Роман Костомаров. Рожденный дважды». «Мы надеемся, что наш фильм вдохновил и продолжит вдохновлять людей на новые свершения. И напомнит о том, что наша внутренняя сила еще в сто раз сильнее, когда рядом с нами и близкие люди». Также наградили победителей в пяти номинациях «Здесь и сейчас. Времена не выбирают. Русский собор. Чти отца твоего и матерь твою». Кама Гридеши. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События. С заботой о природе. На берегу острова Проран при поддержке Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары прошла экологическая акция. Сотрудники предприятий, волонтеры и экологи убирали мусор, который оставили отдыхающие. К активистам присоединилась Ксения Баканова. Валентина Горождина уже не первый раз выезжает на остров Проран, чтобы поучаствовать в экологической акции. Рассказывает, в этом году берег Волги выглядит намного чище, чем прошлым летом. «Наверное, к людям приходит осознание, что надо поддерживать чистоту нашей природы. Никто, кроме нас, этого не сделает. Мусор влияет на экологию и также это попадет и в нашу волну, который требует охраны, защиты, оздоровления». Наводили порядок больше 130 человек. Это активисты движения «Экоравновесие», сотрудники предприятий, независимые экологи и волонтеры. Под конец теплого сезона акцию не случайно решили провести именно на острове Проран. Предварительно организаторы осмотрели несколько территорий и выбрали самую загрязненную. «Хочу отметить, что те места, где мы уже убирали, там чисто. То есть эффект есть. Наша работа, как бы она не напрасно. То есть мы не только убрали территорию, сделали чище, а также все-таки довели до населения вот эту экологическую культуру. То есть люди уже видят, что мы каждый год приезжаем, убираем за ними. Соответственно, вот уже эффект в комплексе работает». Профильный городской департамент постоянно поддерживает такие акции по очистке берегов Волги и Татьянки. Также проводится сбор мусора в лесах. Кроме того, высаживают деревья. Активисты собирали мелкий мусор – пластик, бутылки, пищевые отходы. Попадалась и крупная рыба – ковры, железные цепи, старая бытовая техника. «Желательно, как мы считаем, и правильно, раздельно. Стекло, пластик, железо. Все-таки лучше как-то немножко распределять. Конечно, приятно, когда ты приезжаешь, там все чистенько, никто не мусорит. В любом случае, это круто». Активисты очистили территорию площадью 3 гектара. Собрали больше 12 кубометров мусора, включая крупногабаритный. По словам организаторов, у них много единомышленников, и с каждым годом их становится больше, а мусора – меньше. «Спасти луга, леса, поля и чистую гладь рек. Все это можешь только ты, разумный человек». Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самарской области с 23 сентября изменят расписание Валдаев. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. По маршруту Самара-Ширяева суда будут ходить в пятницу, субботу и воскресенье в 10 и в 15.00, обратно в 14 и в 17.00. Из Самары в Винновку Валдаи будут ходить в те же дни в 12 часов, а обратно в 16.00. Такое расписание сохранится до 13 октября. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, занимаются ли они вместе каким-либо видом спорта. Прямо конкретно видами спорта мы не занимаемся, вот прогулки, если только по набережной. Так, ходим в зал и опять же пара издельности. Ну, к сожалению, нет, не занимаемся, времени нет, в основном работаем. Ну, гуляем, да, гуляем вместе. Физкультурой только совместно. И каждый по отдельности. Многими видами спорта. Вот сейчас на самокатах катаемся. Велосипед, волейбол, теннис настольный. Даже хоккей иногда. Ну, хоккей это твое. Да, в теннице играем. Как часто? Ну, довольно часто. Так стараемся два-три раза в неделю играть. Нет, скорее всего. Ну, так, но любитель многого. Но, к сожалению, ни с кем одному неинтересно. На набережной продолжается спортивный марафон «Самара в движении». Посетить тренировки могут как взрослые, так и дети. Наша съемочная группа побывала на одной из них. Житель Самары Константин Хижняк занимается пляжным теннисом около месяца. Узнал о бесплатных площадках через знакомых и сразу же приступил к тренировкам. Говорит, благодаря акции «Самара в движении» нашел товарищей, с которыми теперь два раза в неделю играет в теннис. Польза очевидная, в общем, и колоссальная. Это движение само по себе. Минус килограммы, плюс энергия, плюс хорошее настроение, витамин D и, опять же, наполненность каким-то новым смыслом. Занятия в рамках акции «Самара в движении» проходят ежедневно с 17.00 до 21.00. Ведут их тренеры из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. У жителей нашего города появилась уникальная возможность бесплатно заниматься различными видами спорта, осваивать новые виды спорта, в том числе пляжный теннис, так как пляжный теннис сейчас – это вид спорта современный, на гребне волны, так сказать, активно помогает девушкам сжигать калории, а мужчинам наслаждаться соревновательным процессом. Акция «Самара в движении» продлится до конца сентября. Организатор – городской департамент физкультуры и спорта. Августина Охременко, Николай Сидоров. События. Футболисты «Акрона» успешно выступают в Кубке России по футболу, побеждают на стадии группового этапа национального кубка и баскетболисты «Самары». Подробнее расскажем в нашей спортивной рубрике. Футболисты «Акрона» одержали победу в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. На домашнем поле тольятинцы принимали воронежский факел. В первом тайме зрители голов не увидели, но после перерыва волжане дважды отличились. Сначала забил Хубулов на 50-й минуте, а в середине тайма свое имя в протокол записал и Сергей Грибов. Победа «Акрона» 2-0, благодаря которой красно-черные поднялись на второе место в своей группе, уступая лишь питерскому «Зениту». Баскетболисты клуба «Самара-2» прошли групповой этап Кубка России без поражений. Самарцы сначала переиграли «Южный слон» из Ставрополя – 88-83. Волжане уступали в счете на протяжении почти всей первой половины матча. Затем смогли вырваться вперед, но соперники не позволили оторваться в счете. Но в конце игроки «Самары» действовали увереннее и одержали победу. Во втором матче «Самарцы» обыграли «Динамо МГТУ» из Майкопа – 80-54. Они с первых минут завладели инициативой в матче и спокойно удерживали преимущество до финального свистка. Теперь «Самара» сыграет с победителями других групп за право выйти в основную сетку турнира. Хоккейный клуб «Лада» заключил юниорский контракт на один сезон с 16-летним белорусским вратарем Матвеем Никоновичем. Воспитанник Минского «Динамо» в прошлом сезоне стал победителем первенства Белоруссии среди юношей в составе первой команды «Динамо Джуниверс», одержав 24 победы в 24 матчах. Галкипер будет играть за молодежную команду «Заладью». Матвей выбрал игровой номер 31. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В субботу, 21 сентября, специалисты ресурсоснабжающей компании проведут в Куйбышевском районе масштабные работы на насосной фильтровальной станции, сообщает телеграм-канал администрации «Самары» Вести с Дворянской. Они заменят сразу пять задвижек диаметром 1000 мм. Это один из этапов крупного строительства двух водоводов, по которым уже в конце года мягкая Волжская вода должна прийти в дома жителей поселков Волгарь, Кряж, 116-й километр, а также микрорайон Южный город. Работа насосной фильтровальной станции будет остановлена с 4 утра до 8 вечера. На этот период в некоторых домах Куйбышевского района возможно снижение давления подачи холодной воды. Отключено водоснабжение будет в ЖК «Амград», а также в муниципальном районе Волжский и Южный город. Жителям рекомендуют сделать запас воды. Администрация железнодорожного района сообщает жителям, что до 30 сентября текущего года проводится общественное голосование муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание». Информация о номинантах размещена в телеграм-канале. Проголосовать можно любым удобным для вас способом, а именно на сайте госуслуги, либо заполнив анкету на бумажном носителе в администрации железнодорожного района по адресу город Самара, улица Урицкого, 21. Администрация Ленинского района отмечает активность своих жителей. Они вовлечены в процесс подготовки документов для участия в государственной программе региона «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». Совместно с ТОС «Центральная инициативная группа жителей дома-223» по улице Пушкина разработали два проекта – «Пушкинский дворик» об устройство дворовой территории по адресу 223 улица Пушкина и «Удобный двор» устройства парковочных мест на дворовой территории по тому же адресу, которые уже совсем скоро будут направлены в конкурсную комиссию. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»